Раздел науки о языке «Морфология» изучает части речи. Вы знаете самостоятельные и служебные части речи. Наречие – это старое слово, имеет корень «речь». Слово «речь» в русском языке имело много значений. Вопрос, спор, способ, вещь и другие. Речью назывался и глагол. Глаголить, говорить – это значение и заключено в корне «речь», входящем в слово наречие. Послушайте и прочитайте стихотворение Александра Блока. Ветер принес издалека песни весенний намек. Где-то светло и глубоко небо открылся клочок. В этой бездонной лазури, в сумерках близкой весны, плакали зимние бури, реяли звездные сны. Робко, темно и глубоко плакали струны мои. Ветер принес издалека звучные песни твои. В стихотворении наречия издалека, светло, глубоко, робко, темно. Они отвечают на вопросы. Принес откуда? Издалека. Открылся где? Где-то. Открылся как? Светло и глубоко. Плакали как? Робко, темно и глубоко. Принес откуда? Издалека. Наречия. Это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, выраженного глаголом. Признак другого признака, выраженного прилагательным или наречием. Признак предмета, выраженного существительным. Наречия обычно отвечают на вопросы как, когда, где, куда, откуда, зачем, почему, в какой степени. Наречия не изменяются. Форма глагола меняется, а наречие остается неизменным. В предложении наречия чаще всего являются обстоятельствами, реже определениями. На поляне величественно возвышался необычайно красивый в своих сверкающих одеждах дуб. Он спокойно и очень торжественно оглядывал свои владения. Возвышался как? Величественно. Оглядывал как? Спокойно. Оглядывал как? Торжественно. Красивый до какой степени? Необычайно. Торжественно как? Очень. Изучив наречия, вы сможете правильно их использовать в речи.